Инструкция обновления BIOS всех материнских плат Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим универсальную инструкцию для прошивки BIOS большинство материнских плат. Как же прошиваются материнские платы, BIOS материнской платы, то есть обновляем микропрограмму? Ведь большинство пользователей решается первый раз обновлять BIOS и не знает как обновить BIOS. Если вы первый раз обновляете BIOS материнской платы, вы должны точно знать модель материнской платы, знать его ревизию и искать прошивку именно на официальном сайте. Прошивая материнскую плату, вы должны вскрыть системный блок, посмотреть на его точную модель, ведь это пишется на самой коробке материнской платы или это может писаться именно на самой материнской платы. Если вы вскроете системный блок, то там будет надпись материнская плата, название и его модель точная. Этим вы точно узнаете, уже будете знать точную модель его и сможете скачать именно последнюю версию прошивки биоса. Но если вы не знаете последнюю версию прошивки биоса и не знаете какая версия биоса у вас стоит, то вы можете с помощью программного обеспечения, это AIDA64, EVRS, CPU-Z, с помощью программных обеспечений, которые показывают полностью все о вашем железе. Также можно посмотреть с помощью команды msinfo32, если вы откроете команду выполнить и наберете msinfo32, то вы сумеете узнать точную модель вашей материнской платы, модель системы изготовитель вашей материнской платы, но она иногда не показывает. Но если вы все равно не знаете, сомневаетесь с вашей материнской платы, то вы можете зайти в биос, биос заходится в клавиши F2, здесь уже зависит от вашей материнской платы, если это HP, то F10, F2 длит клавишу F1 может быть. Смотрите точную модель вашей материнской платы и в биосе это все пишется, там пишется ваша материнская плата и ваш биос какой стоит. Но если вы все равно не знаете какая у вас материнская плата, то вы можете поискать в интернете, выбрать модель, посмотреть в картинках, может быть так вы сумеете найти вашу материнскую плату, хотя бы серию узнать его. Скачивая с официального сайта вы скачиваете именно последнюю версию, так как откатиться на раннюю версию биос возможно у вас не получится. Вы можете посмотреть вашу ревизию на самой материнской платы, то есть там будет писаться ревизия. Потом заходите на официальный сайт и скачиваете вашу прошивку. Если вы скачаете не ту прошивку, то возможно вы не сумеете прошить. Есть там буквы на обозначении. Эта буква должна, последние цифры должны быть выше чем та, которая у вас стоит. Скорее всего вы покупая материнскую плату, вы уже имеете старую версию биоса. Именно производители ваших материнских плат на сайте размещают более свежие версии вашего биоса. Для чего же обновлять спросите вы? Обновлять биос нужно в том случае, если у вас что-то не работает. У вас новый процессор вы купили и вы хотите его поставить, но в свежей версии биоса он именно определяется, этот процессор. А в старой биосе он просто не будет его видеть и ваша система просто не включится с этим процессором. Так же и для оперативной памяти, то есть в более поздних версиях есть поддержка более новой оперативной памяти, которую нужно поставить. Современные свежие версии биоса иногда меняют графический интерфейс, то есть прошив более новую версию биоса вы имеете более графический интерфейс. Такое тоже бывает, то есть в старой версии нету графический интерфейс, а в новом все-таки есть. Скачивая прошивку биоса, вы должны знать его ревизию. Ведь бывает версия ревизия 1, ревизия 2, ревизия 3, ревизия 4. То есть вот это все надо учитывать и смотреть. Ведь если вы скачаете не той ревизии, то после прошивки может ваш компьютер просто не стартануть. И ваш системник просто накроется. Поэтому обязательно вы должны знать точную ревизию. После скачивания прошивки, вместе с прошивкой идет сам флешер, то есть прошивальщик. И сама прошивка. Прошиваться материнская плата может быть как из-под Windows, так и из-под DOS системы. И может прошиваться еще из-под самого биоса. Просто запускаете с биоса и он прошивается. Большинство пользователей говорят, что из-под Windows нежелательно прошивать. Потому что здесь у вас в фоновом режиме антивирус стоит, куча фоновых процессоров висят. И поэтому прошивать из-под Windows нежелательно. Но в большинстве случаев говорят, что это приводит к ошибкам, что ваша система может после этого не заработать. Сейчас современные материнские платы тоже из-под Windows шьются без проблем. То есть я уже несколько раз прошивал из-под Windows и проблем с этим не было. Для надежности вам лучше остановить ваш антивирус, приостановить защиту вашего антивируса. И таким образом вы обезопасите себя. И закрыть все другие приложения. Можно и прошить из-под LiveCD, если у вас есть LiveCD какой-нибудь или из-под безопасного режима. Обновляя биос до новой версии, вы не почувствуете ничего возможно. Но все-таки какие-то обновления есть и это не зря. Ведь свежие версии всегда нужно обновлять. Прошивая из-под DOS системы, вам нужно иметь загрузочную флешку. То есть вам нужно создать загрузочную флешку с DOS системой. Это касается больше старых материнских плат, где имелось Авард Биос, Ами Биос и Феникс Биос. Старые версии Биоса, где нужно было сшить именно из-под DOS системы. Всегда скачивайте с официального сайта и используйте тот флешер-прошивальщик, который идет вместе с архивом. Если у вас в архиве идет вместе с флешером тот прошивальщик, шейте именно с ним. Не используйте другие сторонние прошивальщики. Возможно вам повезет. Иногда на сайтах пишут, что другие флешеры иногда подходят. Но здесь есть риск большой, что после прошивки ваш компьютер просто не включится. Вы всегда должны знать именно прошивать тем прошивальщиком, который идет вместе с вашим архивом, который вы скачали. Прошивка весит немного, то есть совсем мало. И прошивается он довольно быстро. При этом при прошивке вы должны подключить его к источнику бесперебойного питания в случае выключения вашего света. Но если у вас свет не выключается, то можно и не подключать. Если вы уверены, что ваш свет в такое-то время не выключится. Прошивая материнскую плату из-под DOS системы, вы должны знать некоторые команды. Команды для прошивки. В некоторых случаях вместе с прошивальщиком идет батник, который указывает этот батник, вы просто шьетесь и все. Указывайте сам флеш бат или авто экзос бат и ваша прошивка проходит удачно. Иногда надо вводить команды. Авард флеш пробил саму прошивку с расширением бин слэш и команды. Эти команды с авард флеш идут, свои команды и ами флеш им тоже свои команды. Для материнских платах ASUS есть свой прошивальщик, AFUDOS допустим. Из-под DOS систему загрузочную создаете? В некоторых случаях он не видит вашу флешку и вам приходится манипулировать с флоппи дисководом. Ведь раньше прошивались через флоппи дисководы и записывалось все на дискету. Но в современных материнских платах DOS систему загрузочную сделать не сложно. Ведь материнские платы не настолько, наверное, старые. И если у вас новые материнские платы с UEFI с загрузчиком с графическим интерфейсом. И в UEFI BIOS присутствует свой флешер встроенный. Прошивку скачивайте с официального сайта, копируйте на вашу флешку. Или можете оставить на вашем жестком диске в корне локального диска C или D. Загрузиться в BIOS ваш. И найти флешер, который встроен в вашу материнскую плату BIOS. И зашить его. Таким образом даже безопасно прошивать BIOS. Прошиваетесь, выбираете вашу прошивку и шьетесь. Вам никакой флешер-прошивальщик не нужен. Вам ничего не нужно. Просто загрузиться в BIOS и прошить его. После прошивки перезагрузиться. Компьютер ваш включится. Прошивка из-под Windows. Как же прошивается из-под Windows? Вы скачиваете вашу прошивку. Распаковываете вашу прошивку. И автоматом запускается ваша прошивка. Вы запускаете прошивальщик. Иногда он сам автоматически запускается. Он может скачать прошивку через интернет. Выкачать его с интернета. И прошить его. Иногда эти утилиты присутствуют вместе с драйверами, то вы можете его скачать тоже отдельно. Прошивка обновляется из-под Windows тоже быстро, то есть запускаете и обновляете. Ничего сложного в этом нету, просто запускаете и ждете пару секунд. Он перезагрузится в ваш компьютер и потом повторно включится, перешвет быстренько и повторно загрузит систему. Что касается некоторых материнских плат, где может возникнуть проблема при обновлении прошивки. Если прошивка не обновляется, возможно у вас стоит на самой материнской плате. Попробуем эту перемычку переставить. Пробуйте, может быть у вас получится в некоторых материнских платах такое присутствие. Допустим Foxconn, где нужно вытащить перемычку и переставить. Где состоит защита от записи BIOS. Эту перемычку переставляете и зашиваете BIOS. Некоторые защищают свои BIOS таким образом, производители. В некоторых материнских платах, допустим Gigabyte, есть Dual BIOS. Если вы неправильно зашьете первый BIOS, то он восстанавливает именно со второго BIOS. Двойной BIOS он как называется. Если вы скачали не ту прошивку и пытаетесь прошить, хорошо, если ваша материнская плата ругнется и скажет, что это не его прошивка, а от ваших кривых рук. Если вы прошьете и он прошьет все-таки, после этого ваш системник просто не включится. Ваша материнка не стартанет и все. Поход в сервис-центр вам обеспечен. Поэтому скачиваем именно для своей версии BIOS. Но все равно не прошивается наша материнская плата. Бывают исключения. Если у вас не прошивается BIOS, но вы точно скачали для своей версии, то такое тоже бывает в некоторых материнских платах. Попробуйте более раннюю версию. На одну версию ранее. Попробуйте по одной версии обновляться. То есть, таким образом вы уже хоть немного, но на более высшую версию обновите. Что касается ноутбуков, обновления прошивки ноутбуков, если вы будете обновлять прошивку на ваш ноутбук, то там все просто. В ноутбуках есть программное обеспечение, вы скачиваете с официального сайта, точную модель BIOS и ищите на официальном сайте. Также ноутбука и скачиваете. Запускаете из-под Windows и прошиваетесь. В большинстве случаев ноутбуков у них сшивается из-под Windows, а иногда через BIOS, встроенный BIOS. В некоторых случаях можно прошиваться двумя способами. Ведь производитель иногда прошивку кладет как под Windows флешку, как Acer ноутбуков, то и из-под DOS системы можно шить. То есть, загрузочную флешку DOS создаете и шьетесь таким образом. Обновляйте прошивку BIOS до последней версии. Подпишись, подпишись, мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.